Девушки отдыхают В Череповце девушка-подросток лишилась ноги в результате дорожной аварии. Череповчанка стала переходить дорогу на проспекте Победы, но не дождалась разрешающего сигнала светофора. В этот момент на нее наехал мотоциклист. Удар был настолько сильный, что у пострадавшей произошел травматический отрыв ноги. Со слов очевидцев, мотоциклист двигался очень быстро, возможно, существенно превысил разрешенную скорость. У водителя мотоцикла перелом руки. Один из осужденных за убийство таксиста в Череповце подал жалобу на суровость приговора. Сейчас мужчина отбывает наказание в колонии строгого режима. По решению суда он должен провести там 17 лет. Напомним, преступление произошло в мае прошлого года. 23-летний мужчина и двое подростков жестоко расправились над 50-летним водителем такси. Всю имеющуюся у него наличность, 3,5 тысячи рублей, злоумышленники забрали себе, чтобы продолжить застолье. С места происшествия они уехали на машине погибшего. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрела апелляцию осужденного. В итоге пришли к выводу, что приговор был поставлен правильно. Апелляцию оставили без удовлетворения. В Вологде автоинспекторы нашли водителя, задевшего пешехода по видео из соцсетей. Несколько дней назад в интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля ВАЗ-2110 во время проезда перекрестка по касательной задел пешехода. По факту дорожной ситуации сотрудники ГИБДД провели проверку. Удалось установить всех участников. Как выяснилось, 27-летний мужчина пешеход не пострадал, отделался только испугом. Водитель сообщил полицейским, что его транспортное средство занесло. Он не справился с управлением. После этого его доставил пешехода в медицинское учреждение, а затем домой. В итоге в полиции вынесли определение о прекращении административного производства в связи с отсутствием событий административного правонарушения. Малолитражка «Ниссан Микро» протаранила шесть машин на Остинской улице в Череповце. После этого водитель-дебошир бросил свой автомобиль и скрылся с места аварии. В результате инцидента никто не пострадал. Большие повреждения получили два отечественных автомобиля, 14-й и 10-й модели. Как оказалось позже, «Ниссан» был угнан с Архангельской улицы. Все обстоятельства происшедшего устанавливаются. Водитель сбил человека на трассе и скрылся с места ДТП. Все подробности этого происшествия прямо сейчас. Трагедия произошла во вторник в Сюжинском районе на 196-м километре трассы Вологда-Новая Ладога. Предварительно 57-летний водитель остановился на обочине, чтобы залить топливо в автомобиль. В этот момент его сбила машина. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи. А виновник происшествия с места скрылся. Ориентировку на машину дали сотрудникам ГИБДД по всей области. С помощью специальной техники, фото, видео, фиксации установили, что возможным участником дорожно-транспортного происшествия мог являться грузовик ИСУЗУ. В ходе проверки по базам данных выяснили сотовый телефон собственника транспортного средства. При телефоне осуществили телефонный звонок данному гражданину. Тот пояснил, что находится уже на территории Вологодского района. Ему было сразу звонок по телефону, чтобы он оставался на месте, никуда не уезжал, для того, чтобы подъехали сотрудники ДПС и осмотрели его транспортное средство, на медицинские повреждения. Водителя доставили в ГИБДД. Там он пояснил, что в момент аварии уснул за рулем. Я до этого в кофе отдыхал час. Видать, недостаточно отдохнул. Можно как-то вышел, походил, или как-то почувствовал бодрее. Потом сел за рулем. Поехал маленько, чуть-чуть. Тоже как чувствую, как устал. Чай попел, думаю, этот. А потом вот доля секунды и вырвался, и проснулся тут. Когда стекло разбилось, правое, ну, сразу как бы притормозил, посмотрел направо, там ничего не видно, так как у меня. Потом налево вот так посмотрел, закрыл, вроде ничего. И взял, и поехал. За оставление места ДТП суд лишил водителя свободы сроком на две недели. По факту аварии ведется следствие. В Череповецком районе горит лес. На место по тревоге слетелись все спецслужбы. Такова легенда учений. О том, как они проходили, расскажем далее. Одно неосторожное движение, и сухая трава уже дымит. Нерадивого поджигателя на месте преступления сразу же задерживают сотрудники полиции. Но дело уже сделано. В лесу начался пожар. Деревня Городичева, сгорание, сообщите, службу 01. По легенде, огонь распространяется быстро. Сухая погода, сильный ветер. И вот площадь возгорания достигает 40 гектаров. По тревоге подняты все службы. Первыми на место прибыли и работники лесхоза. Сначала выдвигается мобильная группа череповецкого лесхоза работников, череповецкого лесничества. На базе автомашины УАЗ. На базе автомашины УАЗ. Автомашина УАЗ укомплектована всем необходимым оборудованием. То есть в ней имеется емкость для доставки воды, мотопомпа, ранцевый опрыскиватель, шансовый инструмент. Это то есть лопаты, ведра и так далее. Однако справиться с таким масштабным пожаром своими силами не удается. Приходится вызывать подмогу. И вот на борьбу с огнем мчатся противопожарные службы и добровольцы. Мы входим в реестр добровольных пожарных дружин Вологодской области в рамках подразделения Череповецкого государственного университета. И также малейшая, чрезвычайная ситуация, мы также подключаемся внезапно. Но надо пресекать эту гибель людей, профилактикой заниматься. Обязательно такой ущерб погром в народном хозяйстве идет. Гибель людей – это обязанность даже, а не права. В это же время администрация района оповещает жителей о надвигающейся угрозе. Очаг возгорания уже вплотную подобрался к ближайшим домам. Вход идут рассылка информации по СМС, интернет и громкоговорители. Наша задача – максимально оповестить население, чтобы не было паники. И для того, чтобы люди могли уже, если потребуется эвакуация, то собираться и эвакуироваться. В пункт временного размещения населения на случай чрезвычайной ситуации у нас располагаться в деревне Новая Доназюра. И вот пожар потушен, люди и дома спасены. Цель таких тренировок – отработать взаимодействие всех сторон – пожарных служб, полиции, скорой помощи и населения. Такие операции уже давно стали неотъемлемой частью подготовки к устранению угроз от природных пожаров. По каждому подразделению есть незначительные замечания. Они будут разобраны на заседание КЧС РПБ Чепельского района. Значит, в целом отработали на оценку хорошо. Цель учения достигнута, задачи выполнены. По статистике за 16-й год зарегистрировано на территории Чепельского района 24 выезда на пау сухой травы на общей площадью чуть более 24 гектара. По городу Черепосту 22 выезда на пау травы на общей площадью 4 с небольшим гектара. Напомним, с 15 апреля в Череповце объявлен пожароопасный сезон. И чтобы учения не превратились в настоящую ликвидацию огня, сжигание сухой травы остается под запретом. Нарушителей пожарной безопасности ждут штрафы. Ну а прямо сейчас передаю слово Ксении Зайцевой. Сегодня она узнавала у спасателей, как защитить себя от клещей. Здравствуйте. Количество пострадавших от клещей в Вологодской области уже перевалило за сотни. Впереди у нас длинные выходные. Наверняка многие захотят отправиться на природу. Как обезопасить себя и что делать при встрече с коварным кровососом? Об этом поговорим сегодня с врачом-спасателем Алексеем Перовым. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Здравствуйте. Ну что ж, представим, что мы собираемся на природу. Как мы должны одеться, чтобы обезопасить себя? Может, что-то взять с собой? Ну, для того, чтобы пойти на природу, надо, конечно, подготовиться заранее. То есть, мы рекомендуем вот такие противоклещевые костюмы. Тут, где резинки на рукавах, чтобы клещи не заползли. То есть, защитная антимоскитная сетка лицевая. Резинка на поясе. Соответственно, и такие же брюки. То есть, резинки на низу штанин. Также резинка на поясе. То есть, плюс к этому надо одеть обязательно резиновые сапоги. И в таком вот уже можно, конечно, выходить в лес. Или же на поездку на дачу. А что касается каких-то дополнительных средств? Например, спреи, аэрозоли? Ну, можно использовать дополнительно спреи, аэрозоль. Но их желательно, что опрыскивать только одежду этими спреями. Вот. Ни в коем случае не... Чтоб они не попадали на кожу. А их нужно обновлять с какой-то периодичной? Да, на них стоит срок годности. То есть, надо перед тем, как ими воспользоваться, конечно, их лучше посмотреть. Если срок годности их уже прошел, то есть, лучше купить новые. Алексей Юрьевич, вот многие думают, что клещи падают сверху с каких-либо деревьев или кустарников. Все-таки, откуда они чаще всего берутся? Ну, это обманчиво, что они падают сверху с деревьев, там откуда-то с высоты. Нет, они, наоборот, находятся в траве, в кустах. И то есть, чаще всего... То есть, они попадают на нижние конечности и уже потом присасываются к коже. Причем выбирают места, где кожа у нас довольно-таки тонкая. Это, допустим, подмышечные впадины, паховые области, волосистая часть головы. То есть, вот именно в таких местах. Почему надо, в общем-то, чаще делать самоосмотр. То есть, где-то, если поработал на даче, побыл в лесу, через полчаса-час надо себя осматривать. Также осматривать своих товарищей и родственников. Если клеща мы заметили на одежде или на теле, но он еще не успел присосаться, достаточно ли будет его просто смахнуть? Да, достаточно будет просто смахнуть. Но ни в коем случае не надо этого клеща раздавливать руками голыми. Будет достаточно просто его смахнуть. Спасибо вам, Алексей Юрьевич. Ну а вам безопасных выходных. Увидимся через неделю. До свидания. На сегодня это все. Обязательно прислушивайтесь к советам специалистов. И увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин